В Казахстане начал работу так называемый союз отцов. На базе этого общественного объединения постоянно идет работа с детьми, причем занимаются ими именно мужчины. Клуб уже насчитывает сотни участников. Как работает союз отцов в одной из школ Астаны узнала Дина Кужантаева. Турнир по мини-футболу. Старшеклассники соревнуются со своими отцами. Так школьники проводят досуг, а папы лучше узнают своих детей. Союз отцов в одной из столичных школ был организован несколько лет назад по инициативе педагогов. Таким образом, учителя надеялись приобщить пап к воспитанию детей. Результат превзошел ожидания. Отцы легко нашли подход к мальчикам, они придумали, как их занять. Организовали при школе военно-патриотический клуб и театральный кружок. Ребята под их руководством, например, готовят концерты и посещают больных детей. Мужчины ходят на собрания, участвуют в различных мероприятиях и всегда готовы помочь, если требуется. Например, отец двоих школьников, Макзум Амирхан самостоятельно установил систему видеонаблюдения в одном из классов, чтобы контролировать поведение ребят. В казахской традиции всегда первым стоял отец. Это было всегда. Это опора отец. То есть, и соответственно, сейчас, по нынешнему времени, роль отца немножко снижается. Это факт. Любым проблемам может столкнуться ребенок в школе. А мы союз отцов, то есть, на любой площадке переговоров собираемся и ведем с ними переговоры. В союзе отцов сегодня около 700 мужчин. В полном составе они встречаются только в канун летних каникул. Обозначают задачи на следующий учебный год. Все остальное время активно общаются в соцсетях. Обсуждают, что дети едят, читают, смотрят. А еще строят планы. В будущем папа намерены открыть новые кружки и объединиться с отцами из других школ. Дина Кужантаева, Руслан Сасиков. Новости Содружества. Казахстан. Руслан Сасиков. Новости Содружества.